Девушки отдыхают Девушки отдыхают Сегодня же я расскажу вам об одном из них, так называемом чакра буджа, который подразумевает занятие групповым сексом. В этом ритуале мужчина выбирает себе партнершу по одежде, спрятанной в коробке. Никто не знает, чей элемент одежды находится в той или другой коробке. И именно этот элемент определит, кто будет участвовать в сексуальном союзе. Женщина будет выбрана случайным образом, и в ее лице будет обретена шанс. Таким образом мужчина может создать сексуальный союз богини и шивы, известных как космическое совокупление. В контексте религии мы говорим о женщине как о жреце, чаровейке или космическом посреднике. Ее мистические способности не ограничиваются сексом. Они наполняют всю ее сущность. Ее мистическая сила созидательна и пребывает внутренне. Для тандры очень важно то, что женщина с большой буквы находится в любой женщине. Каждая женщина должна понимать, что она собой представляет, чтобы передать это знание по наследству и использовать его в жизни. А теперь рассмотрим одну из пост-тандрического сайта. Сукхасана. Приятная поза. Сива. Шива. Мужчина сидит на коврике. Ну что, дорогие друзья, с вами я, Татьяна Салмана Мактум-Сайфуды. Моя творческая студия позитивного мышления, силы позитивной мысли. У нас же с вами ни одна минуточка с даром не проходит. Так что вот такой легкий мейкап. Я делала такой я эротический костюмчик. Тантра йога любви. Изучаю по ютубу тему. Тема тантры. Сейчас делаю такой легкий мейкап. Так что вот. Ах, погода в Санкт-Петербурге. 32 градуса, друзья мои. 32 градуса. Алло. Да. Да. Запись? Да. Да, хорошо. Продолжение следует... 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 и хочется супер красиво конечно так супер красиво тут заснять все это это салмана мактон в санкт-петербурге такой ветерок шикарный ветерочек шикарный ветерочек что тебя засниму тогда на троне быстренько себя засниму на троне что-то упало да пока тут делаешь знаете вот это вот ах это супер видео загрузила я огромное количество видео с ютуба тантра йога любви в общем изучаю занимаюсь позитивным мышлением с 2002 года по настоящее время но также изучаю свежие науки в том числе а тантра и тантра йогу так что вот я конечно с удовольствием знаете вот такая вот тела знаете как это по королевски с вами бы здесь пошепталось вот это вот пошепталось как взять я уж так села короче вот это вот все визите лучших ресторанов из гранд-отелей европа визите эти лобстеры понимаете черную красную икру да эти вкусные торты но но нужно так скажем готовить для себя такой ужин так что вот сейчас буду чистить картошечку жарить ее помыть посудку нужно помыть овощи для салата порезать сделать такой ужин так что вот а там конечно куда-нибудь там в монако или куда-то там в лучшие рестораны в общем как то вот так да еще знаете если все кондиционеры а еще знаете куда-то там на какие-нибудь прикупить ту виллу в монако там чтобы все это и кондиционеры в том числе были чтобы не такая жара была дома да и конечно спортклуб где а знаете спортклуб где нету такой вот этой вот изнаряющей жары как хорошо иметь кондиционеры ты понимаешь когда 32 градуса плюс в Санкт-Петербурге я даже такой жары не припомню чтоб такая жара вообще была в Петербурге сколько дней 30 градусов 28 30 32 красиво так это выставить так это сидят красиво вот это вот одежду постирать нужно там пол немножко протереть чтобы чистота была и порядок душе 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 как говорится приняла несколько часов назад приняла душ такое спа в моей ванной комнате и легла отдохнуть на мою эксклюзивную кровать смотрела фильм между между девочками одну серию хотела и показываю на моих знаете вот в рамках творческой студии позитивное мышление силы позитивная миска сейчас изучаю сантра сантру йогу показываю часть этих видео моего моего другого компьютера с ютуба значит потанцевали жарковато вынимает друзья мои 32 32 жарковато жарковато опять нужно прохладненькой водичкой чтобы не так было жарко на самом деле это супер холодненькой водичкой нормально отдыхать наслаждаться в принципе жара так это хорошо на это пытался ведро воды очень холодненько так это закаляться можно так это холодные супер холодные души в общем-то вошли витеров знаете как это квартиры на две стороны витеровка не у всех это южная сторона у кого северная в общем как-то вот это наверное так более-менее вот ну что я уже видам grand ресторан там моего ресторана кафе дебют в общем в общем в смысле семьи является огромным решением но одна из них носит антический и символический характер это богиня Калли Дурга которая также является разрушительной и воплощением шахты Калли Дурга черная богиня разрушительница сеющая по всему страну она создает время в котором мы живем и сама же уничтожает Калли Дурга является разрушительницей но также она представлена как добрая мать защитница поверьте ваше усилие не поедет еще перекрутить посмотреть на самом деле не совсем не обязательно более внимательно более внимательно более внимательно материалом более внимательно мужчины сверхправляющих нет вы должны знать что тантра игнорирует эту проблему по крайней мере ее начальную стадию поскольку она затрудняет контроль над мужским оргазмом большинство наших зрителей понимают что я имею в виду а теперь продолжим разговор с Ариэлем о том аэрбидистом Ариэль сколько подвижения должна продолжать время относительно вещь все зависит от вида упражнения а также от уровня концентрации ну что картошечка а эти позы да да картошечка конечно чуть убавлю я так что конечно картошечку лучше покупать сейчас свежую которая там чуть ли не по 100 рублей по 70 с лишним ну хотел салман покупать фиолетовую сеточку знаете как фиолетовая сетка там по 17 рублей килограмм картошечки так что вот а насколько я помню знаете у нас там мама сажала сливы знаете очень хорошая очень хорошие урожаи были сливы 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 еще мама посажала вот на нашей половине мне юрий анатольевич по мне привозил аж ведро или два ведра аж ведро сливы я просто обращала внимание я думаю интересно это слива посажена в этот чуть ли не органик не органик землю потому что никто туда я не рада не слышала чтобы они искусственных удобрений добавляли так что вот никто туда никаких искусственных удобрений не добавлял какие удобрения там еще из как там оттуда еще от этой такие димитриевны навоз понимаете они как там вот такая компостная яма навоз вы поняли да натур натур такое удобрение но самое интересное слива понимаете вот такая там слива была и вся вот в какую-то картошку в точечку слива он привозил вот целую и вся вот в такую точечку я не могла понять кажется что она будет как-то не очень хорошая картошка потому что она в такую точечку или наоборот яблоки которые едят червяки они хорошие потому что те яблоки которые червяки не едят они явно искусственные а может быть эта слива рядом очень близко с туалетом была посажена я точно не могу сказать в каком месте была посажена эта слива я подумала может быть это близость этого туалета дает эти точки но факт останется фактом так что может быть кого-то смущает понимаете вот такая вот картошка ну а что смущаться 17 рублей я бы с удовольствием знаете вот это вот с удовольствием как я в Америке но я в Америке ни разу не покупала картошку там такой вид равны картошки красные такая прям одна к одному или органик картошка и яблоки какие вот эти просто ну просто так вот идешь вот это вот идешь потом в супермарк и думаешь какая картошка какая картошка берешь конечно знаете вот эту чернику чернику потом клубнику в общем другие фрукты в сезон как это называется эту черешню потом суши смотришь там уже готовые приготовленные креветки органик фисташки но пока картошка картошки Татьяна Салмана за столько лет там за 30 я там уж выходила в 2003 году знаете за 30 лет Татьяна Салмана с макаронами столько картошки съела что Татьяна Салмана не хотела я была Татьяна Юрьевна я не хотела есть понимать покупать эту картошку хоть она там и органик была так что вот такие вот дела хотелось эксклюзивно такое вот это вот все там органик эти салаты вот такие вот зеленые салаты органик заправка чесночная потом это не очень сильно мороженое такое с этими с печеньем с шоколадом вкусное мороженое потом смотришь термицу хорошо сделано берешь вот это вот вы поняли вот такой сухой завтрак органик органик молоко по зерно процентов фет ну да подходишь к акции платишь оплачиваешь примерно это все что я там два раза в неделю ездила в органик шоу это 150 баксов это что вот и не раз так что вот эту картошку чтобы покушать вот это вот писала книгу там вот эти увлеченная всеми занималась чтобы там чистить картошку и готовить салат все быстренько потому что все полуприготовленные уже салат чуть ли не уже не мытый или быстро помыла такая специальная штучка была все быстренько из холодиночка достала уже маршрума маршрум суп уже суши готовы салатик быстро порезала понимаете фисташки вот это все пять пять минут и все короче ланч ужин уже готов так что вот они такие вот эти приготовления понимаете что будем сейчас картошку чистить картошку жарить понимаете вот это вот как называется потом это все нужно мыть вот это вот потом покушала потом нужно тарелки мыть это кастрюлю под макарон мыть сковородку мыть все вручную я вам вообще на самом деле в 2005 году на эту тему вообще сказала матом просто не то что матом салманом никогда не ругалась так что вот ну в смысле по поводу того что вот это вот понимаете это вот все посоль отварить несколько часов посоль отварить вот как они упражнения делают по танцору я тоже занимаюсь лёжники очень такие интересные упражнения ну да вот она жизнь при деньгах я собираюсь 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 сегодня публиковала посмотрела что можно так скажем вруней на две недели поехать без визы получается там карантин две недели карантина говорят я почитала что там можно две недели без визы получается там приедешь и нужно как-то карантин проходить или или визу получается сейчас я это помою сейчас я это помою плечики живот стянуть плечики плечики назад я крючки назад сейчас эту штучку я расплакну ну да, посмотрите, у меня такая такая в этой жаре, понимаете, в этой 30-ти грантной жаре знаете, у меня мама здесь обычно, знаете, все банки закатывала, знаете, там все с Белоострова там все туда ездила, там все это поливала, выращивала по волосу, да, приезжала эти огурцы, там помидоры все в банки закатывала, к вечеру, понимаете такая уже как будто бы из бани ухайдоканная, понимаете, мне это нравилось понимаете здесь я такая уже в жаре, понимаете такая ухайдоканная, понимаете такая вот в жаре, короче просто если бы меня спросили в Америке знаете, в 2005 году это просто заебаться и обебаться если бы мне кто сказал в 2005 году что, понимаете, я буду там в 2018-м в колодном элинге жить, понимаете в 2019-м буду два месяца, блядь, в психушке сидеть и в 2020-м два месяца будут в психушке десять дней сидеть, понимаете отбывать срок, неизвестно нахуй за что вот это, блядь да это просто обебаться это просто обосраться, короче нахуй вот это вот все маты, короче которые вот эти вот зепь, короче вот это говорят это просто вообще нахуй вот это вот когда вы мне сказали, когда я писала мою книжку тайная психология денег как это богатство и процветание я легальную надо просто чуть-чуть по вот этому так, что садян салманы вообще не побалуешь это вы не смотрите что тадян салману за лучшем знаете, это отдел вот вот覺 Татьяна Салманова вообще вот это не побалусь, Татьяна Салманова как вот это, как чувствует на нее вот это вот, как это называется, Катя, она так вообще в Катя, короче, что мало вообще не покажется. Так что вот, это там, а кто этот Андру показывает, она такая в костюмчике, такая, она эротики, ай, ну тут не проститутки, а нет, короче, я просто посмотрела на интернете, что если, короче, эти суперские, суперские стриптизерши, кстати, там было сказано, что ты такая суперская стриптизерша в этом ночном клубе, ты можешь даже замуж выйти за какого-то такого суперского олигарта, представляете? Ну я так решила, короче, вот приодеться вот так вот, такой образ. Я так, я не знаю, что они там делают, короче, но так было сказано, я была просто удивлена, там не было сказано, что, понимаете, если вы там читаете какие-то книжки, или там какое-то позитивное мышление, или какая-то суперумная, как вот это, какие-нибудь там вот эти вот профессора, или вот это вот. Меня очень, очень, вообще удивило, меня этот факт очень удивило, там в интернете, я подумала, это вообще охренеть. Другое дело взять такую девушку порядочную, из хорошей семьи, такую вообще, знаете, вот эту вот, такую, как там, как сказать, такую прям, знаете, такие бывают в хороших семьях, хорошее образование, высшее образование, иностранные языки, вообще там фортепиано, там вот это, вот это такая вообще на классике, такая вся семья, над ней вот это вот, ей это дорожит, ты просто такая, знаете, вот такая вот, понимаете, вот такая вот жена, понимаете, вот какой-то вот это. Я почему-то как всегда так думала, что они как-то вот какими-то вот такими вот, по типу вот Акан из хорошей семьи есть, такая порядочная, такая вот эта вот. Я в общем, нет, ну кто, наверное, на вкус и цвет на товарищи нет. Я не знаю, я просто вот когда я вот это вот заинтернетила, я была просто удивлена. Я просто, знаете, я также, знаете, в каком-то там, ну конечно, я немного хуже, но мне и лет сколько было. После, после Юрфака, после Юрфака, блядь, вот это вот, знаете, вот этот диагноз мне был поставлен, миопатия. И тоже, знаете, я не работала, работать не могла, я там все лечилась, пошла, знаете, ходила там, лечилась на этих сеансах Конобалова. У меня вообще период был, я не, в общем, даже денег на транспорт не было, прямо к сейчас. Я вообще просто удивляюсь. Но по тем временам, я ездила так это автостопом, останавливала машину, по тем временам мне было мало лет. Так что вот, у меня даже денег на транспорт, а порой не было, наверное, на общественные. И опять вот это вот, блядь, вот это вот, короче, зуба, короче, нахуй, да, бечить по вот этому полюсу бесплатного страхования вот этого. И, короче, ездить туда на троллейбассе, на которой тоже денег нахуй нету. А что вас сподвигло одеть этот костюмчик? Вот это и сподвигло на файл, а вы не хотите правду, а я вам говорю, что я не живу 30 лет, а 25 лет постоянно. Так что не удивляйтесь, если Татьяна Толманова вам напишет, что билет нужно оплатить, денег присылать, ищу купить чемодан. Так что вот, Татьяна Толманова в этом деле большого, так что имейте для этого. Нет, они как-то думают, они думают, что я сейчас буду их чем-то вот это. Я вот тоже изучаю, я изучаю, но у меня возникли некоторые сомнения по этому поводу. По поводу их долинного оргазма и по поводу, что этот мужчина будет ждать вот это вот, не понимаете, если у него оргазма не будет, то он, в общем, как-то вот это, что-то не доработает. Точно не знаю, я изучаю к вопросу, понимаете, одно дело, когда они говорят о каком-то сильном оргазме, а другое дело, они говорят о каком-то пролонгейшене, я сама отвечаю, я сама не знаю, короче, вот это вот, начала вот это вот, ну, как бы книжки, а как это, периодами, знаете, периодами у меня книжки, ну, Манты Качи, я тоже Манты Качи читаю эти книжки, вот. И здесь тоже там по Ютубу, вы тоже, знаете, вот это вот, всякие вот такие вот эти вот видео, ну, что, очень интересно, конечно, очень интересно. Ну, что я вам хочу сказать, чтобы там вот изгибаться в этих полках, конечно, они показывают до 18-летних. Вы посмотрите вообще на вообще вот это вот мировое, вообще вот это вот, на мировое здоровье, на мужчин и женщин 40 лет за 40, вряд ли они смогут так изгибаться, понимаете, там, ноги, сосуды и все, это вот так изгибаться может его показывать в 20 лет. Я даже не поняла, да кому они это показывают-то, понимаете? Они что, вот это думают, что здесь-то олигархи, олигархи, у которых 20 лет вот это вот, поэтому они и говорят, что партнерша должна быть 18-летняя. Здесь вот, смотрите, как показывают, вот, как вот это вот все. У него вот как вот колени затекут. Ну, это вообще вот так, я знаю, что это шикарно, да, это как-то вот посмотрите, такое муви, муви, вот это чем-то вот эротическое, по типу эротическую какую-то фильм, что-то еще такое изучить. А там, конечно, вот это на 18, вам уже не 18, не 20, не 25, я знаю, вы, наверное, пролетаете мимо вот этой, мимо этой тантеры, я даже не поняла, мы изучаем. Я сама изучаю, я не знаю, я вот как-то вот рассказываю, как бы вот изучаю сама, кто смотрит мой лайк-джорнел, огромное у меня количество видео заснято, больше 20 тысяч, около 7 тысяч видео загружено на мой канал в YouTube, это я с Ломаном, а в том сайт, будем на ответ, в комедике. Так что, ну, 350 видео мне заснято в рамках, ну, творческой студии позитивного мышления, силы, позитивные мысли, я вот новый год так встречала, я просто решила венгать здесь костюмчик, показать, что это я, то, что я себя снимала в январе, в феврале, в марте этого года, я просто решила одеть, и, конечно, я про огород, про вот это все сказала, чтобы вы понимали, что не просто там кто-то, непонятно кто. И когда он уже почти 50, это еще, знаете, вот это вот, как там, ходить с этим ОМС по врачам, понимаете, ходить с этим ОМС по врачам, жаловаться, или ходить до этого ОМС, пешочком, час, примерно час каждый день заниматься собой, спортом, знаете, для пенсионного фонда, если не так же прошла до пенсионного фонда, если не гуляла в 5 часов утра, так что, ну, это неправденно, все это мотивирует, что нужно рано бегать, бегать, я, конечно, не бегаю, я хожу быстрым шагом, мужчины, кстати, со мной поздоровались, там мужчины, знаете, там есть такой вот, у меня маршрут, как обычно, сюда вот по Долгозерной, туда к церкви, от церкви переходите дорогу, к этому, к пруду, и туда, в конец, до пенсионного фонда, и обратно. Это быстрым шагом, это заняло, ну, не очень супер быстро, где-то час и пять минут, примерно. Там мимо универсалла идешь, который справа, там скамейки сидели, в этой зеленой зоне, двое мужчин. Они мне сказали, здравствуйте, а, когда я дорогу перешла, вы знаете, я вам не советую туда вообще ходить в 5 утра, когда я перешла дорогу, там дворник, дворник, знаете, там памятник есть этим, чернобыльцам, да, чернобыльцам, там есть памятник, там дальше, этот дворник, у него вот этот вот асфальт, проезжали машины, и мужик восточным голосом не стал кричать, девушка, девушка. Я, конечно, не отреагировала, отреагировал дворник, он на него посмотрел, я даже не посмотрела в ту сторону, потому что там вообще никому не было, вообще голяк. Несколько отдыхающих здесь на скамейке, несколько выпивших каких-то мужчин, которые здесь гуляли, понимаете, вообще никого, одна женщина с собачкой, и вообще, ну, в принципе, я люблю, когда мало народу. Ну, понимаете, там вот такое место, если бы не этот дворник, там вообще никого, приезжающая машина, понимаете, он вот этот, девушка, девушка, и знаете, я вообще не отреагировала, а он опять из машины. Я даже не посмотрела, я подумала туда, даже, понимаете, восточный голос. И там вообще никому. Понимаете, там вот это вот, этот променадик, вот это вот, вот эта вот штука, пять часов утра. Ну что, я была в длинное платье одета, у меня длинный сарафан был, в котором я ездила, там, первый, второй раз учить зубы. В сарафане я была. Просто сейчас тут жарко, знаете, в такую погоду жарко как бы ходить. А опять, что в утро, это шикарно было. Ну, такая опасность, а если бы он вышел из машины, а там еще не дверь, кто в машине сидел, вот это вот. Раньше, конечно, я особо здесь гуляла, много, много лет здесь гуляла. Но я гуляла, конечно, вот в жару, в принципе, в такую жару я особо не гуляла, или в 11 вечера, понимаете, когда там еще люди с собаками, как-то вот это вот, в 11 вечера я гуляла, полдвенадцатого. И то уже почти, знаете, в полдвенадцатого уже как-то не очень, вот. А если не такая жара, чуть раньше, там, что в 10 вечера. Примерно такой же маршрут у меня был, только еще нужно было мне еще один раз вокруг озера погнуть. Чита полтора, в общем, и такая прогулочка. Так очень хорошо, мне очень понравилось, такая очень хорошо для ног с зарядочкой. В общем, на самом деле, просто шикардон, просто шикардон. Да, если, конечно, не считать вот это вот, этот вот вопрос, а то больше никого не было. Может, он к кому-нибудь другому кричал. Я вот посмотрела, там вообще никого, кроме этого мужика-дворника. Но не дворник уже он кричал, правда, вот это? Ну, я так и сделала вид, я подумала, я думаю, я, конечно, себя ощущаю на 18, знаете, 49 минут, там вот это 18. Я думаю, это, наверное, не мне кричать явно, ну, а чего вам вот этого кричать-то? Я подумала, что это не мне, но там никого не было, никого другого не было. Потом еще господин открытый, там вот такие какие-то, такие чувства, что такие гуляющие. Какая-то компания была, может быть, они ночуют на улице с магнитофоном, вообще какая-то такая компания была очень. Там вообще, знаете, вообще на самом деле, в общем, у кого у нас 35 утра. Но потом, когда он уже встал в пол шестого, там была одна девушка, которая бегала. Ну, может быть, он ей кричал, потому что я ее не заметила. Я просто считаю, что реагировать не надо. Я бы подумала, если бы я вам что-нибудь такое сказала, наверное, из машины вышла. Такой восточный мужчина. Я думаю, а чем пахнет это тут? Чем пахнет? Какая-нибудь, какой-то пищей запахла оттуда. В общем, погулять нормально не дают, короче. Чего для таких случаев? Я даже не знаю, это за интернете. Что в таких случаях делают? А представляете, если бы там полная машина этих восточных мужчин сидела? Я там однажды гуляла там, гнались вот, рабочие. И один раз было такое. Один раз мужик там, тоже как-то вот это вот. Один раз там полный мужик стоял с женщиной. Я такая, проходила, он с той стороны этого озера. Он не знает, кто стоит полный мужик, наверное, килограмм сто. Там вообще никого. С двумя женщинами, без одной. Я такая, прохожу быстрым шагом. Это было, знаете, там недорога уже, где-то вот, к лицевая построена. Что-то он такое мне сказал, что сейчас он будет насиловать. И еще какая-то фигня. Я, честно говоря, не слышала такого никогда. Это было несколько лет назад. Я такого никогда не слышала. Я вообще-то, честно говоря, шла быстро, так быстро и прошла мимо него туда. Ну, прошла как обычно, в общем, маршрутом прошла, вот так обогнула и все. Но это меня так удивило. А однажды на том же месте, там вот эти вот рабочие, тоже восточные, знаете, там такие были эти штуки были, короче, вагончики, вагончики. Там восточные люди жили, мужчины. Вот, а однажды они тоже там, типа, девушка-девушка и стали бежать, наверное, за человек 10. Когда я увидела, что они бегут, а было это не так поздно. Я холодно там особо не гуляла. И светло, вот там очень мало народу упрыли, да? Вот однажды было, и я прибавила, я прибавила так вообще вот это вот. Я думала, я когда посмотрела, я думаю, так это охаридеть сразу. Ну да. Я, конечно, от него бежала, но это как далеке были. Видите, они кричали, девушка-девушка и бежали. Даже не знаю, что им надо было. Я тут приварила шаг и туда уже вышла, к этому, там, где машины ходят. Так что вот, ну, в общем, что сказать? Вот, в общем, как-то вот так нужно, я не знаю, конечно, заниматься дома, знаете, вот это йогой. Знаешь, ну, знаете, хочется, знаете, такая шикарная погода. Это деревья, и там вот такой собор построен красивый. Конечно, шикарно, когда не жарко. Идешь, и зелень, шикарно, простор, никого нету. Вот это вот. Ну, в принципе, почти никого нет. Вот. Просто, просто великой. Ну что, сейчас я уже, то, ребят, чем пахнет-то? Я у меня чуть-чуть включена, это, какими-то, как будто здесь кто-то что-то готовит. Это, наверное, где-то вот там, вот этих этажей. Все, сейчас мы поставим эту комородочку. В общем, там, крючки назад. Которая у меня уже мытая, сковорочка у меня уже мытая. Я их, чтобы сполоснула. Сейчас их сполоснула, чтобы она чистенькая была. Включаю, включаю, включаю. Сейчас я налью чуть-чуть маслица. Сто рецептов. Маслица, сто рецептов. Налью маслица. Положу картошечку. В это время я буду мыть... Здесь у меня тарелочка помынет. А, нет, тут, правда, мне там... Вот сейчас нужно взять панкет. 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 В общем, понимаете, сначала кричал, потом кричать не прекратил, поскольку он осознал. Осознануете, что он осознал? Как эти чернобыльцы входили в этот ядерный реактор, когда чернобыль был. И все. Он два раза крикнул, а потом все. Звуки прекратились. Так что вот. Памятник там, допустим, энергетика. Вы знаете, энергетика этого памятника? Это вообще спаси и сохрани. Это отдельная история. Отдельная вообще история. Так, сейчас я это убавлю, сейчас я это убавлю. Сковорочек греется. Ну, сейчас ручки я помою. Ручки помою. Так, горбиться не надо. Где-то штучка низкая. Так, горбиться не надо. Сейчас один анталман нам скажет. Сейчас один анталман вам скажет. Картошечку положит. Картошечку положит. Сейчас один анталман вам скажет. Не знаю, где я. Такая очень интересная тема. Знаете, вот это вот на Востоке, вот эти вот мужчины обратили внимание как они вообще перед другим как-то кланяются вообще на эти вот такое вообще как это учатся на ней штуки очень гордые восточные очень гордые тем более таких семьях когда я посмотрела когда я посмотрела вообще как вообще их учить чтобы они были такими ну в общем вы поняли да это просто это просто так что вот такие дела ну и другие методы вот этот мужчина короче я потом посмотрела я потом уже посмотрела он наверно будет самые-самые из этих вот как называют сколько там это рамок сейчас можно было сказать нельзя смотреть все ладно просто жарится так красиво получается красиво получается вообще наверное нужно понимать как-то прямо как посуду мыть это там показать что так красиво я давно не показывала что посуду мы умываем посудку умываем посудку что-нибудь эту штучку тоже нужно помыть жара вот еще в общем сначала знаете как вот это вот намыли его намыли его чтобы оно вот это вот было намылено ставить сюда потом более вот так вот мою система у меня такая вот такая шара что когда она будет станет прокладная более как-то более качественно помоет посуду то чтобы она не была знаете вот это вот полоскание в режиме в режиме этой машинки судомоечной режим полоскания то есть Продолжение следует... 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 А я думаю, что это как-то, какая-то такая ситуация, думаю, что это там, я себе давно кто-то не показывала, что по стулу, думаю, изготовлю вот это, думаю, что-то здесь как-то не так, это какой-то хуяк, где слушали, там они маяк, и что-то там они вот это, вот, умница, короче, ты там посмотришь там в глазок, как-то посмотришь в глазок, а там что-то непонятно, что-то как-то дверь открывается, потом они дверью там вот это, непонятно, какие-то там прихождения, что-то непонятное, так что вот, я думаю, что там такое, кто-то там вот это, топчет или что-то такое, вообще вот это вот, в глазок посмотрела, а Женя кнела, какие-то топтания, понимаете, перед моей дверью, топтания даже я не поняла, ну что мы не будем отвлекаться, Наполняемся энергией изобилия, энергией богатства, энергией золота. Зубы я лечу, зубы я лечу, у меня это с одной стороны, с другой стороны, так что вот, три недавно, второго, восьмого и когда вот это вот, корни, корни зубов, корни зубов удалила. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, сейчас я эту чашечку, еще мне нужно чашечку хорошо помыть, сейчас я эту губочку возьму, новую губочку, новая губочка, с картошечкой жарится. Чашечку помоем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А что вы так много времени проводите дома? Такая затворница. А в этом, может, и мои финансы, вот этот хуяк, знаете, вот это вот, поют этот маяк. Так что вот, и диагноз у меня миопатия, я не работаю с 1997 года. Так что вот, и такие вот дела. Ну да, в магазин, тут банк, пойти погулять, пойти, а там куда ты пойдешь без денег? Ну вот она все устраивает, короче, вы нахуй вообще без денег тут живете, блядь, вот это вот. Вот она все устраивает, ёбка, ну. Те, кого не устраивает, они что-то делают, блядь. Ну да, я тут в окно вчера, сегодня посмотрела, вообще обнаглели вообще, на хуй вообще вот это вот. Захуеться, обнаглели просто вообще вот это вот. А, ну да, как мы могли. Боже мой, хотите, хотите, вам покажу мужчину. Просто, понимаете, такой, знаете, знаете, он на кого похож? На Славу Журкевича в молодости. Там сидит мужчина, похож на Славу Журкевича в молодости, с девочкой маленькой. Только я тихо вам покажу, сейчас, если он не ушел. Сейчас, тихо смотрим, тихо смотрим. Славу Журкевич! Ну что, заметил он, конечно. Заметил, смотрите, заметил, что я его засняла. Так что... Ну, вернее, поднял, не знаю, надо было, может быть, его больше заснять, но в общем даже не знаю. Я даже не видела, что он в нашей парадной живет, первый раз вообще такого вижу человека, первый раз вообще вижу. Ну что... В то время как шила эта постоянная энергия, производящая все вокруг, в шапке этой улице. Здесь та шарик там, сейчас я, чашечку я эту... Продолжение следует... Массаж. Как и любые упражнения в танце, этот массаж должен выполняться человеком в противоположном руке. По очереди, сначала мужчина, потом женщина. Женщина лежит на себе, и этот мир сидит рядом. Я, как и любые упражнения в тарелеке. Это, конечно, не знаю, как и любые упражнения в тарелеке. Может быть, он смазывает ручьи крем или ароматическим маслом. Как и любые упражнения в тарелеке, или с мелочным маслом. Для мужчины надо добавить вашу жизнь, для женщины с мёсками. Вот так. Вот. Три записываем ручки с этого пуска, и продолжаем. Не нужны. Проведите руками по вырубной кольки, между руками, нарисовать... ...эту цифру... ...нерисовать три раза. Три разъёмки провести через грудь, руки, шею, тело. Далее, делайте такие же движения, как у вас пуска. Три разъёмки. Затем отпускаетесь ниже, в центру тела женщины, в планку, по руке мужчины, рисует три воображаемых круга вокруг лобка женщины. Допустим, по поводу ручьи, в планку. Теперь, как правило, женщина, мужчина получает удовольствие. Цель упражнения стимулирует в крови те точки, которые подружаются. Моем, как бы, римчик, помидорку, без талактика. Моем с мылом очень хорошо. Та. 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 Моем с мыломом, Та. 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 Продолжение следует... 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 Ну что, сейчас я прямо на этой штучке порежу, может еще раз сполоскать, горячее, супер кипяточком еще сполоскну тарелочку кипяточком, как я обычно делаю, это обычная, знаете, как я себе готовила завтрак, обеды и ужин, в таком режиме все помыть, сполоскнуть, так что вот, конечно, нужно больше на 90-й в столом, на позитив, в общем, настраиваться, все это, знаете, вот этот вот негатив трансформироваться по стенджермену, так что вот, негатив, позитив. Сейчас, видите, вот эту вот эту отломанную посуду, еще посуда не вся, сейчас я покушаю, опять нужно будет мыть, понимаете, мыть посудку, будет мыть посудку. Это вот я, который оплася, когда нужно оставить неск zione, никакой perturба. Таки это вот, я покажу, что это нужно. Я также покажу, что мне это нужно. Так, я уже тянусь у меня плюс. Вот мы quelот, нашей витами стоит мою пл어�bies. И будем меня refsh retail, вам очень похоронную. Какая у нас с вами будет еще такая интересная вообще тема, тема вообще энергия любви, энергия секса и так далее, в общем может казаться, ну как бы что, что в общем это что, секс, в общем как-то вот это, знаете, такая вообще очень такая интересная тематика, очень интересная тематика, так и хорошо, по-моему, да, еще исполоснула и все. Очень интересная тематика, понимаете, потому что вот этой энергией зависит, понимаете, и физическое состояние, и здоровье, понимаете, и энергетика, и вообще вот это вот здоровье во всех аспектах, такой очень интересный вопрос, вот, я так понимаю, так же, понимаете, и карьерный рост, и творческие успехи, представляете, как бы вот это вот, и семья, и дети, чтобы все было хорошо, чтобы все было, знаете, вот это вот, очень мило, позитивно, вкусно, красиво, вот, положительно, как в сказке, это когда топ, такой топ энергии, когда мы говорим о топе, такой энергии. Оппозит, понимаете, оппозит этому, вот вы спросите, задайте, кстати, я не сломала мне вопрос, а вот оппозит этому, это что? Так что вот, она вам ответит, если вам интересно, вы спросите у меня, я вам отвечу, просто не хочется, я режу мой салат, у меня не хочется, как говорится, о негативе говорить. Ну да, очень жалко, что ли, на самом деле много желающих, которые хотят открыть клютки, которые, да, никто не завидует, короче, вот это, да, короче, белюбки, короче, вот это, так что вот. Немножко поставлю, немножко сольки, немножко поставлю. О, такая вся эротическая, немножко виноградного уксуса, немножко масла подсолнечного, салатик, сейчас помешаю, а, нужно еще белку полыть, белки все грязные. Немножко, а, сейчас немножко, ну, красную крючу, позже, царского майонеза, легкий царский майонез. Так, белки все грязные, сейчас помою еще вилку, белки все грязные, где у меня еще была эта штука-то. И, если я кусаю, я кусаюсь, не знаю, еще смотри, блядь, хручу, блядь, блядь, холодной, огонь. Блядь. 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 Продолжение следует... 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 ну что вот сюда поставлю здесь пока наслаждайтесь природой погодой понаслаждайтесь сейчас я вот этапа ах жди меня и я Я скоро перенесу. Свеча, свеча. Мома. Я? Мома. Мома. Знаете, у меня же эти чакры, танцы. Ох, мне не было конечно потенцивание. Знаете, тут надо было конечно эрацически. Знаете, что эрацически потенцивание и чакры. Ох, ну да. Ох, это такая суперская красота. Какая суперская красота. Кошкиза за играми. Я, какого раньше, у нее роман. Я не знаю, что я не верил. Мома, я не верил. Умем. 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 Продолжение следует... 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 Ну да, пока тут все сама делаю, чтобы приключить, вот это все поставить, знаете, вот это вот ухайдокаешься, позитивчик, нужно к позитивчику, так что вот, к суперпозитивчику. Ах, посекретничать, в общем, как-то так, ну да. Ах, эти секретики, ах, эти секретики. Сейчас на яйцу уже кушать. - Продолжение следует... 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 Это, по-моему, мы с ним ездили, а, это, по-моему, мы с ним ездили. Ну, было так давно. По-моему, с ним, да, с ним, мы с ним путешествовали из Германии по путевке в каком-то вот этом, в какой-то по типу отель, был там, где был аквапарк, такой какой-то отдых у нас не был. Вот, там был такой аквапарк, мы там с ним загорали в купальниках, там были такие горки, можно было, в общем, там, ну, такое, вы поняли, да? Это в Германии, когда в ближайших там этих было, то есть по местности он где там, ближайшие там, ну, не супер, наверное, далеко от того, где он там жил. Это был отдельный домик, но это была осень или весна. Ну, может быть, даже зима. В общем, в отдельном домике в таком вот мы жили, ну, по типу такой номер, но отдельный домик, знаете, на такой территории. Там открываешь, прям открываешь, такой вот дверь, распахиваешь и выходишь, прям там, типа такой лес, ну, как бы такая территория там, дверья. Вот так вот в этом аквапарке, я заметила, там было много народу, еще народу было. То есть там, в этом аквапарке, что значит иметь красивую фигуру, особенно с большой грудью. Там была такая женщина, она была такая, знаете, упитная, она была такая высокая в теле, вот, как бы стройная, с одной стороны она была стройная, но не худая, такая в теле была. Вот, блондинка похожа на этих скандинавских женщин, и крашеная блондинка. Вот, она не была худенькая, знаете, у нее такая попа, но грудь у нее была, знаете, вот такая грудь, я не знаю, какого там, пятого размера, наверное. При ее стройной, достаточно стройной фигуре, вот такая грудь у нее была, и вообще смотрелась она, конечно, шикардово, понимаете. Конечно, просто, знаете, когда вот смотришь, она идет, понимаете, а там же в купальниках, кстати, в этих купальнике, знаете, вот этот вот бюстгальтер, трусы, и просто вот это вот, ну, вообще, но конус. Я вот так вот запомнила. Так что я думаю, что те, кто был в том аквапарке, особенно мужчины такие, может быть, кто из них не женат, они, наверное, задавались вопросом, что можно такого сделать, чтобы привлечь такую женщину, в общем, наверное, чтобы она как-то на них вообще обратила внимание, чтобы вы поняли, да? Я думаю, что большинство мужчин в этом аквапарке задавались таким вопросом, что вот, как ее можно вообще, вот это вот, что вот такое можно сделать, чтобы привлечь. Так что вот, потому что она выглядела, ну, просто вот это вот. Ну, была молодая, ну, не супер, не супер-супер молодая, ну, молодая женщина. И знаете, она была, знаете, как бывают эти супер-модели, вот такие, всем здесь худенькие какие-то, такие, вот, такие худенькие, прям такие тощенькие, ну, как-то вот такая, может быть, как-то такие прям вот эти вот, да? А она такая была, знаете, такая высокая, но фигура у нее была такой большой грудью, и она была, знаете, такая вот, если взять эти модели, супер-модели, она была в два раза, в три раза толще их, ну, раза в два толще. Поэтому она, знаете, казалась такой вот, не знаю, такой упитанной, упитанной, но стройной, такая вообще вот эта. Я таких вообще, в принципе, не видела, просто такая уникальная у нее фигура вообще была. И достаточно высокая. Вот. Продолжение следует... 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 Я, кстати, у него была, в отличие от этого, от Уахима, к Уахиму я ездила где-то на неделю, на 10 дней, может быть, на 2 недели, на 10 дней, нет, наверное, на 2 недели, может быть, на 3, но не больше. А к Харальду я ездила на 2 месяца, я бы, может быть, и раньше приехала, но до этого мы затеяли ремонт в ванной, вы знаете, здесь плитка была в ванной, я закупила плитку, закупила там вот это вот для ванны, чтобы в ванне положить плитку, а мама здесь руководила, что мужчина взял, она наняла мужчину, или я его где-то нашла, этого мужчину, вот, этот мужчина 2 месяца клал плитку в ванну, Я все звонила, маме говорю, вот так закончилось вообще, это в ванне вообще, вот это вот, она говорит, нет, он все еще кладет эту плитку, это было просто вообще офигительно. А то у нас такая была обшарпанная, это ванна, требовала большого ремонта. У меня сейчас тоже, знаете, вот эта вот ванна требует косметического ремонта, у меня, конечно, под Венецию, но там мне нужна красочка, вообще на самом деле мне тоже нужно вкладывать деньги, я вообще занимаюсь ремонтом. Но есть такой венецианский стиль, но понимаете, все это требует такого, знаете, вот этот, стол под старину и такой вот этот, не знаете, что вот это, специально так сделано. Так что вот и в ванне мне тоже вот, там нужно заниматься дизайнами. Вот и все деньги, все упирается в деньги, в материалы, так что вот. Потом настал 2000 год, я поехала в Германию, опять в Германию, ну да, опять в Германию, поехала уже по туристической дизе к другому немцу. Смотрите, как немцы меня любили. Ну да. Один сказал, что грудь маленькая, второй хотел какую-то там вот это из красных фонарей девицу. Так что вот, Татьяна Салманна про них вот и скажет, что а сами-то ничего из себя не представляли. Сами-то вообще вот это вот. В том самом плане, еще жадные. Хотя, знаете, Сахарик был, вроде как, он и сюда, и в Петербург он приезжал, он, в принципе, такой нормальный был. В Астория восстанавливался, в гостинице Ассоя. Вот, кстати, он, если бы он мне предложил, если бы он мне предложил, ну-ка, если бы у него замуж, я, может быть, даже бы и согласилась. Но, берите на заметку, понимаете, я к нему поехала на два месяца, а так делать нельзя. Вы поняли, да? Надо бы встречаться, не диркуль, как-то так вот встречаться, вот, и намекать на серьезные отношения. Это была моя ошибка. Потому что, если вы как-то понравились, заинтересованы в вас, то быстрее женятся, если, конечно, оказывается, вам надо два месяца поехать. Из Германии я привезла очень интересную, я там на шопинг деньги давал. Я там в больших магазинах, в этих шопах, в больших шопах, в бутиках купила себе такое черное длинное пальто. Так, был такой плащ, на пальто была такая плащ-накидка, такой эксклюзив. Ну, ово-сайд, моего размера не было, ово-сайд. Потом я купила черную из искусственного меха жилетку, с таким шикарным мехом, и шляпу шикарную. Я вообще выглядела просто такая, вообще такая, просто как из этого, из Парижа, из Парижа. А тот, который мы в 2000 год встречали немец, в Париже встречали немец, которому я ездила, у которого эта модная кровать, это вообще, пиши пропало. А знаете, вот это, с этой, со шляпой. Знаете, вот такая вот, есть такая, какая-то фотография есть такая в интернете, очень такая вот, есть такая фотография в интернете. Такая женщина, знаете, так вот закрывается, так вот тут шляпой, шляпой, и одни только губы, знаете, вот это вот такая, такая знаменитая фотография. У него эта фотография висела в спальне, короче. Я, кстати, к нему ездила как раз в этом наряде, в этой шляпе, в этой накидке, в этой куртке, в этом наряде я помню, мы встречали из Германии, потом по туристической путевке на автобусе, поехали в Герцензум во Францию встречать Новый год. Знаете, у него передом спальней была такая большая комната, гостиная. Вот перед входом в спальню стоял большой кожаный диван зеленый для какого-то цвета, такой натуральный кожаный, огромный-огромный диван, в котором можно было сесть как-то спиной, да, вот спиной садишься к двери, которая ведет в спальню. Так что вот. Так что приставать он ко мне начал на этом диване, как сейчас помню, когда я к нему приехала, когда я, может, там расположилась, он приставать ко мне начал на этом диване. Так что вот. Даже к бабке не ходи. А потом я еще знакома с его бизнес-партнером, он меня еще познакомил, он там бизнесом занимался каким-то, я еще была у него на работе, он меня познакомил со своим бизнес-партнером. Ну да, вот выйдете замуж за такого, да он, наверное, вообще никогда там это не женится. Вы идете замуж за такого, заболеете, там будете болеть там, не знаю, там поднимет вас температура, будете там ангиной болеть. А он ему скажет, чтобы вы жрали просроченную еду из второго его холодильника в кладовке. Так что вот. И оставит вас. Закроет вас там в квартире. Скажет, что там во втором холодильнике есть просроченная еда. Сосиски, которые уже, которые нужно выкидывать там. Ну что там, морозилка может быть. Закроет дверь и уйдет. Как он и сделал, когда я там, я там заболела. После, после Франции я заболела. У меня поднялась температура. Он мне сказал, чтобы я прекращала лежать. Секреты секса. Секреты секса. Он мне сказал, чтобы я вообще прекращала лежать на его вот этой вот эксклюзивной вообще на самом деле водной кровати. Секреты секс. Относился он ко мне плохо. Так что вот. Говорю, что жрать надо просроченную еду, если я хочу вообще есть. Понимаете, такая температура с высокой, и сама приготовь, и все, и, в общем, вот это вот. Вообще просто. Так что вот, если вы там узнаете, вы же не знаете, о ком идет речь. Я к нему не по приглашению ездила, если вы сможете его как-то найти каким-то образом. Полный ноль, короче. Короче, вот это вот, секреты секса, полный ноль. Нехуя было заставлять меня просроченную еду жрать. Так что вот, и говорить, чтобы я что-то там раздвиглась на его этой кровати. Ну, конечно, ему спасибо, что он меня проводил обратно в аэропорт и посадил на самолет. Мы с ним очень мирно расстались. Так что вот. Поэтому, пометуя о нем, так что вот, гайз, пометуя о нем, так что вот, я такая, знаете, а потом я уже все, понимаете, туристическая путевка, отдельный номер, чемодан, расходы, и все, короче. Если нет, пошли вы, короче, и вот это вот нахрен, короче, вот так, пометуя о нем. Так что вот. Так что вот. Так что вот. Так что вот. А после такого гулящего еще лечиться будете неизвестно сколько. Так что вот. Вот это вот поездки какие-то. И как они могут вообще боком обернуться вот это вот если в рабство не продадут, понимаете, если вас в рабство не продадут куда-то там, куда там это продают там вот это вот. Так что мужчина я вас найду, там один был. Так мне хотелось отдохнуть в Италии, да. Который не приехал на встречу со мной в этой. Хотел меня в аэропорту встретить. Хотел в аэропорту встретить и незаметно паспорт. Вот как они делают паспорт возьмут и все вот это вот. А я чувствовала неладное. Там самое главное в Италии заселиться. Заселиться паспорт, заселиться в этот отель. Я уже когда приехала, заселилась, звоню ему. Я говорю, я уже заселилась в отеле. Приезжаем, будем с тобой это смотреть друг за друга, побеседуем. Он и не притехал. Это о чем говорит? Вот о том и говорит. Это для чего я вам рассказываю? Для того, что нужно учиться. Я не знаю там, кто у кого, а хоть у Тони Робинса, у Натальи Правдиной, я не знаю там, у Александра Свияж, какие-то иностранные вот эти вот преподаватели, понимаете? Быть самодостаточной, финансовой свободой, независимой, иметь свое дело, интересную работу или бизнес и быть финансово обеспеченной. Так что вот жить достойно, жить богато и путешествовать за свои деньги, куда вам интересно, если вам интересно, вы путешествуете за свои деньги и там вы с кем-то там встречаетесь, не встречаетесь. Вот, вот оно. Это для чего я вам рассказала? Вот для того и рассказала. Вот уж тем, у меня, как говорится, этот подносик, здесь вы не сняли, понимаете, как говорится, а вот уже, как говорится, вот это вот. Немножко он у меня, так может, это там, м-м-м. Короче, вот это антиквар, антикварная эта штука. Сейчас она пойдет, знаете, с ним так нельзя, вот так как-то я решила им пользоваться. Видите, пошла такая прямо, это пользоваться нельзя. Антиквариат, антиквариат, знаете, а я ставлю там и вот это, и горячее, и вот это. Все-таки как, вот как все-таки нужно относиться к нему, как к картине. Ну что, ну ладно, хорошо, все, понятно. Все поставим, будем относиться к картине. Немножко подпортился, немножко подпортился, думаю, ладно, буду это использовать. Немножко подпортился. Миша, а я же у меня это и чай, и вода, в общем, я ставлю, и он намок. Намок, а это же там какая-то штучка. В общем, ладно. Тихо, нет. Тихо, нет. Тихо, нет. Конечно. Тихо, нет. ấu chances у нас не изучается. И эту капуальцию вы можете別 Dрова я cáiadowке. После этого я была четыре раза в Парижах, там если кто хотел встретиться, я всем говорила, я еду в Париж, короче, по путевке, в Парижах мы с вами встретимся, поэтому я только раз была в Париже. Субтитры сделал DimaTorzok Поэтому, как говорит Алиса из этого счастливого клуба, который организовала эти курсы Натальи Правдиной, семинары, курсы, как говорит на ее видео, как она когда увидела книжку или Наталью Правдину, или книжку ее, решила эти знания нести в люди, так что вот на этом зарабатывать деньги, вот, и в общем она стала, она говорит, как хорошо жить, вся симпатичной, в общем молодой, независимой женщине. Она, в общем там, как говорится, организовывала здесь в Санкт-Петербурге курсы Натальи Правдиной и зарабатывала на этом, ну так же, как и Наталья Правдина. Как она сказала, помимо материальной удовлетворенности, но все моральные удовлетворенности. Женщины, счастливые женщины, которым нравится этот счастливый клуб, который счастливый. Ну и кстати, в этом счастливом клубе очень хорошая была атмосфера, обстановка, это точно, с которого даже не хотелось уходить, хотелось, знаете, как-то еще задержаться, еще что-то послушать, насколько там была атмосфера очень хорошая, вот. Позитивно. Послушать лекцию в перерывах, посмотреть талисманы фунт-шу, посмотреть книжки, купить какие-то талисманчики, купить какие-то книжки. Потом совершенно такая, ну я просто свои ощущения говорю, потом такая вот такая, совершенно какая-то счастливая, едешь вот домой, сюда, в этой комнате жила, в этой квартире. Купленные мы с мальчиками, с книжками, и дома там изучаешь книжки, в общем, читаешь, и в общем, как-то все это на самом деле. Интересуется, когда будет следующая творческая встреча Натальи Правдин, или какие-то следующие курсы. Вот. 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 Ну честно говоря, организовывали они этот счастливый клуб на крестовском острове в детском садике около большого онкологического центра я об этом раньше не знала ужасное место и лучше не надо было там конечно организовывать эти курсы потом когда я с мамой Петровна туда ездила мы с ней там ездили было социальное такси как была казница она болела раком и в этот центр онкоцентр мы с ней ездили она там делала такие анализы страшное дело страшное дело О чем я говорил Генерал Лебедь Понимаете на самом деле вот такие люди Как генерал Лебедь он вообще об этом как-то так отзывался Честно говоря Ну Жизнь она как говорится так вот жизнь но честно говоря Увидеть какого-то такого вообще вот этого Вы поняли Вы поняли да В каком-то там возрасте и так далее В каком-то вот таком вот тонкоцентре и совершенно в таком каком-то ужасном состоянии Вы поняли да Просто как это как сказала Татьяна Черниговская просто до этого альцгельмера не все доживают Вот Ну это она вот про это какое-то плевание А вот знаете вот на самом деле Поехали 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 Ну, на сеансах у Сергея Сергеевича Навалова очень многие люди, пенсионеры говорили, что неизлечимая болезни, и гречи будут на сеансах Сергея Сергеевича Навалова. Так что вот, что сказать. Я уже рассказывала, я ходила много лет, больше 13 лет. Молекулярная медицина, энергия сотворения. Я уже не знаю, но я уже не знаю. Продолжение следует... 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 А также я очень многие эти видео выкладываю на мою страницу ВКонтакте. Татьяна Салмановна через TheFist, Мактум Саин Будин через TheFist. И помните, дорогие друзья, что одно дело посмотреть, одно дело даже почитать и изучить, а другое дело сделать, применять это в своей жизни. Понимаете? Понимаете, кушать по возможности полезную еду, правильно мыслить позитивно, возможности заниматься спортом, если не ходьбой, не велосипедным спортом, зарядочкой 5-10 минут, в общем-то, кто чем занимается, йогой или какими-то другими видами спорта. Достаточно высыпаться. Будьте хорошим, дружелюбным, понимаете, позитивным, дружелюбным, улыбаться, посылать любовь себе, понимаете, сделать, знаете, возможности все с улыбкой, своим органом посылать улыбку и любовь, вот. А также в мир, как и там, смотрите, я там видео укладывала одно, желала миру добра, понимаете, чтобы мир, чтобы в мире был мир, чтобы мир был без войны, вот. Желать хорошего, желать хорошего себе, также людям, миру, вот. Ну, здесь так вот, как говорится, что? Как ни крути, на хорошую, на хорошую, даже кондиционер. Если бы был у меня кондиционер, было бы намного вообще вот это более, вообще, более комфортно и так далее. А это же во что упирается? В деньги. Вы поняли, да? Вот быть процветающей, быть финансово независимой и свободной. Комфортная, понимаете, комфортная темперча, понимаете, комфортная темперча для организма. Чтобы не было, знаете, таких вот этих нагрузок на организм. То есть, писайте, сколько всего, как много-много всего. Ну, еще различные искусства, знаете, искусство наслаждаться едой, искусство наслаждаться собой, искусство красоты, искусство красивого макияжа, искусство красиво одеться. То есть, очень много такого интересного, что можно вообще почерпнуть и на ютубе, и у различных авторов книг. Как сказать, вот «Время любви» у меня книжечка, понимаете, это прикосновение с любовью, к примеру. Часть информации, часть глав, я уже читала в этой книге в рамках моей творческой студии «Позитивное мышление. Силы позитивной мысли». Так что вот, посмотрите, видите, какой спектр. Какой вообще вот такой вот спектр для того, чтобы быть счастливым, здоровым, счастливой, здоровой, успешной, процветающей. И самое главное, не просто это как-то изучить, почитать, знать, но и применять, но и применять в своей жизни. Так что вот. Это моя авторская программа. С вами я, Татьяна Павловна Макту, сайт «Удет». Супер-красотка, супер-звезда. Ой, моя киса играет. Это такая девочка. Хорошо, что я вам покажу такую девочку. Любить животных. Знаете, вот, дорогие друзья, любить животных. Понимаете, вот это, накормить бездомное животное, бездомную собачку. Смотрите, вот, с кошечкой играется. Вот, смотрите, она там какая хорошенькая. С чем она там играется, покушала. Покушала и играется. Это тот самый котенок или это польшая кошка? Или это тот самый котенок, который тогда вот этот? Чего-то он там такое носит. Может, он мышь поймал? Ну, вот, это она супер-звезда, что она такая в этих колготках. Ну, а в этих сухонах. А тут такая беременная кошечка пошла. Она опять пошла к этим мужчинам в этой будке. Там такая беременная-беременная кошечка ходит. Она опять пошла к этим мужчинам в этой будке. Так что, смотрите, швы тут уже замазали. Швы замазали. Так что, вот с вами я, Татьяна Салманна Макту. Саламн-сайфа, да? Это уже! Да. Пока. Саламн-саламн. Продолжение следует...